Здравствуйте! Добро пожаловать на программу Вести Крачево-Черкесия. События пятницы в репортажах наших корреспондентов. Сегодня в Управлении МВД по Крачево-Черкесии сотрудники полиции провели брифинг по вопросам профилактики правонарушений преступлений, совершаемых водителями транспортных средств в состоянии алкогольного опьянения. На встрече с журналистами выступили сотрудники отдела дознания, уголовно-исправительной системы и специалисты наркологического диспансера. Подробности расскажет Мурад Женкёзов. Только за пять месяцев текущего года в республике произошло 148 дорожно-транспортных происшествий, в которых погибли 22 человека, 207 ранены. Это меньше, чем в прошлом году, примерно на 15%. За это же время подразделениями госавтоинспекции возбуждено 684 дела в отношении лиц, управлявших автотранспортом, с признаками опьянения. Среди них много тех, кто повторно сел за роль пьяным, будучи уже лишенным водительского удостоверения. За указанный период сотрудниками госавтоинспекции выявлено 244 факта управления транспортными средствами, лицами, в действиях которых усматривались признаки состава преступления, предусмотренные статьей 264 прим. 1 УК РФ, так называемые повторники. Вместе с тем сотрудниками госавтоинспекции задержано пять лиц, которые в текущем году совершили подобного рода деяния неоднократно, по три раза каждый. Вождение в пьяном виде – одно из наиболее серьезных нарушений, допускаемых водителями. Каждый, кто использует автомобиль, должен четко определить для себя, что вождение в нетрезвом виде запрещено. А тем более, если правонарушение повторяется, то оно уголовно наказуемо. На практике судами лицам, совершившим преступление впервые, чаще всего назначается наказание в виде обязательных работ на различные сроки с лишением права управления транспортными средствами на три года. Лицам, осужденным во второй раз за данное преступление, назначается лишение свободы условно с испытательным сроком. В третий раз – это обычно уже реальное лишение свободы с отзыванием наказания в колонии и поселении. В июне текущего года по состоянию на 21 число зарегистрировано уже 244 факта возложенных уголовных дел. Это на 25% выше показателей прошлого года. Еще один бич современного общества – наркотики. Специалисты предупреждают, нельзя употреблять за рулем даже самое малое количество психотропных веществ. То, что касается употребления наркотических и психоактивных веществ, здесь вообще однозначно нет, потому что тут все вместе, что с алкоголем, кроме всего прочего, любое наркотическое или психоактивное вещество, оно, возможно, вызывает слуховые или зрительные галлюцинации. То есть, опять же, контролировать ситуацию в этом состоянии человек не может. Поэтому, то, что касается употребления алкоголя и психоактивных наркотических веществ, за рулем это, естественно, недопустимо. Участники брифинга призвали граждане оставаться равнодушными и сообщать в полицию обо всех фактах правонарушений, свидетелями которых они стали, в особенности о водителях, находящихся за рулем в состоянии опьянения. Мурат Ченкиозов, Рашид Токов, Вести Карачаева, Черкесия. В России и в целом во многих регионах страны растет число заболевших коронавирусом. И, по словам эпидемиологов, именно вакцинация позволит избежать массового заражения людей. Как идет прививочная компания в Зеленчукском районе, узнавал Корча Биджеев. На сегодняшний день ситуация с коронавирусом в Карачаеве-Черкесии остается непростой. В Зеленчукском районе привилось 6 тысяч человек. Главный врач районной больницы Анатолий Величко призывает жителей республики присоединиться к массовой вакцинации, аргументируя тем, что коллективный иммунитет позволит избежать мутации вируса COVID-19 в новую форму и остановит эту инфекцию. Формирование антител в организме позволит сопротивляться болезни и не даст ей возможность пройти очередные циклы своего развития и массового распространения. Если мы упустим это время, то все наши усилия будут напрасны и все начнется с самого начала, говорит доктор. Я вас призываю привиться. Я привит уже очень давно, с октября месяца. Все мои близкие родственники, я смог им доказать, донести до них о том, что им нужно привить. И слава богу, ни один из них не заболел, и все они живы и здоровы остались. К сожалению, некоторым людям я не смог это доказать. И, к сожалению, я про этих людей уже говорил в прошлом времени. Они заболели и не пережили. Мне очень жалко их. Медперсонал Зеленчуцкая ЦРБ, а это 690 человек, сделали себе вакцинацию, сообщает главврач. Прививки абсолютно бесплатные. При себе нужно иметь паспорт, медицинский полис и СНИЛС. Привезить их к терапевту. Оформляется протокол согласия на проведение вакцины. После осмотра доктор дает допуск, и человек проходит прививочный кабинет. На следующий день получает уведомление на портале государственных услуг о том, что он прошел первый этап вакцинации. Информацию о следующей прививке. Я сделала вакцинацию, я сделала две прививки, и я переболела до этого коронавирусом, поэтому могу сказать, что прививка – это хорошо. Потому что мне кажется, что все-таки так тяжело болеть, это не очень. Лучше привиться. Я сделала один раз в декабре, второй раз в июне. Никаких таких болевых там, какие-то там температуры, что плохо, ничего такого нет. Ну, такое, немножко гриппозное состояние, и все, первый день. Больше ничего. У кого старик есть, дети есть, конечно, нужно делать. Чем болеть, потом посолиться после коронавируса, я считаю, конечно, нужно прививиться всему населению. Дайте организму шанс, чтобы он смог воспользоваться теми силами, которые есть. Новый виток заболевания будет устойчив к старым вакцинам. Нам надо успеть ликвидировать его раньше, чем у него появится возможность к изменению. Подытожил Анатолий Величко. Харча Биджиев, Ислан Урумов. Вести Карачаево-Черкесия. Зеленчукский район. По данным оперативного штаба, сегодня в Карачаево-Черкесии выявлен 21 новый случай заражения коронавирусной инфекцией. С начала пандемии общее количество заболевших в республике составило 20 788 человек. Из них 20 339 выздоровели. 247 человек госпитализированы. В онкологическом диспансере республики состояла встреча с врачом-онкологом высшей квалификационной категории из Пятигорска Владимиром Владимировым. Он рассказал о применении иммунотерапии, влечении рака легкого и о современных подходах к терапии онкологии молочной железы. Владимир Иванович отметил, что благодаря новым возможностям наблюдается позитивный рост в этом направлении. В свою очередь, понимая важность и актуальность темы, главный врач онкологического диспансера республики имени Бутова Зубер Махов предложил площадку лечебного учреждения для дальнейших научных конференций. Теперь здесь планируют читать лекции об изменениях и новых подходах к лечению онкологии докторам каждые три месяца. Мы люди, и мы привыкли общаться, и это общение многое нам дает в плане психологическом, в плане профессиональном, в плане развития эмоциональном, что очень важно. Но то, что сегодня мы здесь встретились в последнее время, стало выясняться, что наши знания, в том числе и знания вот и меня, как специалиста, с трудом успевают идти в ногу с тем, что сейчас происходит, какие изменения происходят в лечении рака легкого. Изменился сам подход вообще к лечению рака легкого. Ну а сейчас время прогноза погоды и на завтра. Слово нашим синоптикам. В Карачаево-Черкесии кратковременные дождь и гроза, в отдельных районах Синный и Град. Ветер северо-западные 5-10 метров в секунду, и при грозе будут порывы до 15-18. Температура ночи 15-20 в горах до плюс 14, и днем 25-30, и в горах местами до 25. В Черкесии кратковременные дождь и гроза, ветер северо-западные 5-10 метров в секунду. Температура ночи 18-20, днем 27-29 градусов тепла. Лето будет чудесным с Московским индустриальным банком. Рефинансируйте кредит по ставке не выше 8,8% годовых. Оставьте заявку на сайте минбанк.ру или приходите в офис. Московский индустриальный банк. Это «Большие вести» в прямом эфире. Мы продолжаем. Праздник искусства состоялся в стенах картины галереи Черкеска. 25-й раз там прошла защита дипломов выпускников отделения ДПИ Республиканского колледжа искусств. По традиции это был необычный экзамен, а демонстрации изделий, над которыми студенты работали не один месяц. Подробности у шерифа Тлепшоковой. За 26 лет существования отделения только в прошлый пандемийный год защита дипломов была проведена онлайн, вне стен этой галереи. Безусловно, работы такого уровня – украшение для любого зала. Почти всем выпускникам еще не 20, но они уже сложившиеся мастера. Об этом говорят их работы. Поэзия орнамента Давида Наваяна не оставит равнодушной даже взыскательного эстета. Больше полугода молодой человек работал над деревянной декоративной ширмой. Вместе со своим научным руководителем Давид готовил эскизы, кропотливо обрабатывал каждый сантиметр дерева. И как результат – ширма – настоящее произведение искусства. Были различные польские орнаметики для работы. Мы перепробовали с нашими преподавателями самые различные варианты. И в итоге остановились на одном аналитике, который чередуется по всей ширме. Очень глубоко он изучил выбранную тему. Технология, техника – все здесь изложено. Кроме того, что технически сегодня мы смотрим, я считаю, что эта работа является одной из лучших, которые я многие годы наблюдаю в этом колледже. Шахматный стол и стулья Малька Гебенова, выполненные в этническом стиле, также были высоко оценены комиссией и зрителями. По признанию заведующей отделения Эммы Лапуговой, за все 26 лет в День защиты дипломов еще никто не получал четверку, только высшие баллы. Но за работами студентов скрывается огромный труд преподавателей. Это они возрождают народные промыслы и передают свои знания ученикам. Тому пример – образцы золотого шитья Зимфиры Хапсироковой. По многу часов девушка сидела с иголкой и нитками, чтобы идеально отобразить рисунок, понятный каждому жителю нашей республики. На Кавказе издревле ценились мастерицы золотошвейки. Зимфира достойно продолжает их традиции. Высокая оценка была дана и гончарной керамике Натали Длжевской, а также художественной обработке соломки, войлочным работам, росписи ткани, ручному ткачеству. Всего были представлены работы 11 выпускников, а это значит, что в республике на 11 мастеров стало больше. Выпускаем сегодня замечательных специалистов. Я вообще считаю, что наши дети – это золотой фонд в нашей Карачаево-Черкесии, золотой фонд. И вот 26 выпуск у нас, 250 мастеров мы выпустили. Очень, конечно, многие остались, работают в художественных школах. Почти все художественные школы насыщены нашими выпускниками, рекламные агентства, но их же не так много. Вот сейчас с нашим министром культуры, Зурадон Замиловичем, мы думаем об этом. Как удержать наших детей, чтобы они не уезжали в республики. Развитие колледжа для нас, конечно, это сейчас самый большой приоритет. Мы с коллегами, когда общаемся, анализируем, почему у нас столько сложностей в сфере культуры, я думаю, что прежде всего проблема в том, что разрушилась, к сожалению, вот эта пирамида образовательная. И вот сейчас очень важно, чтобы сегодняшние мероприятия, а это демонстрация того, чему учат в колледже, что могут делать выпускники нашего колледжа, нужно, чтобы увидело как можно больше людей. Министр также сказал, что в скором времени республику посетят архитекторы из Москвы и Голландии. В рамках реализации проекта по улучшению работы типовых ДК они обязательно встретятся с нынешними выпускниками колледжа, чтобы обсудить, а возможно и реализовать их идеи. Шерифат Лепшокова, Рашид Токов, Вести Карачаева, Черкесия. Приятная новость. Народный ансамбль национального танца Ашамес удостоен звания лауреата первой степени международного фестиваля конкурса детского и юношеского творчества «Звездочки Адыгеи», который прошел в Майкопе. Танцевальное мастерство юных джигитов и игорянок из Карачаева, Черкесии было призвано жюри одним из лучших. Учат красивым танцем ребят опытные наставники. Художественный руководитель Зора Позроков и балетмейстер Ахмед Адамоков. Из спортивной вести наш земляк Амир Абазалиев стал победителем чемпионата Кубок России 2021 по плаванию среди глухих в городе Пенза. Он оказался лучше всех на дистанции 100 метров в вольном стиле. В чемпионате принимают участие более 200 участников из 47 регионов России. Тренирует Амира Абазалиева Ольга Баева. Ну а в Карачаевске сегодня прошел традиционный выпускной вечер на главной площади города. Подробности расскажем в понедельник. Такой была пятница в Карачаево-Черкесии. А прямо сейчас шоу «Я вижу твой голос». Приятных выходных и ждите вести. Субтитры подогнал «Симон» Продолжение следует...